Куда я вообще попал? Неужели вся чушь из топ-секретов наконец устроила вечеринку? Комбо! Пацаны и пацаны, и всем добро, привет! Вы не видели этого монстра топ-секрет? Наконец-то вышло, понимаешь, дождались. Не новогодний ролик, он должен быть попозже, наверное, подальше, но тем не менее. Почти что новогодний ролик, почти что новогодний свитер, почти что Новый год. Короче, давай смотреть. Кстати, насчет новогоднего свитера, я считаю, вот к новогоднему ролику он обязан быть. Ну, в идеале, в идеале, сделаем, ребята, все, что от нас зависит, приложим все максимальные условия и усилия, чтобы оно произошло, чтобы оно произошло вместе в идеале, в идеале, естественно, с новогодней шапочкой. Ну, как бы, сам понимаешь, как без нее? Короче, о чем я вообще? Топ-секрет, давай смотреть, ссылочка на оригинал внизу, с тебя пальчиком в антиком, огромное спасибо всем, кто не забывает, проставляет. Комментарии пишите, естественно, чем больше, тем лучше, и подписулечки организуйте, дзин-дзинь, с бовенцами, подписулечки, естественно, ребята, подписывайтесь, это тоже все очень важно. Прежде чем начнем, ссылочка на телеграм, где, правильно, внизу, ссылочка на игрушечный каналчик, где мы вместе проводим, кайфуем, что, где, правильно, зачем, за игрушечками, что, правильно, тоже внизу, где вот это все безобразие происходит, кстати. И прям поджечь, прям в лице. Нет, это ты прикольненько же делаешь, но это тебе не помогло в наших отношениях, да? Я начала тебя, а я тебя. Вот поэтому мы и расстались. Давай, Чарльз. Здравствуй, родной. Опа-па. То что? Да, а зачем мы тогда его освобождаем? А зачем мы его... Твою мать, твою мать, твою мать, не надо было это делать, это не нужно было. Ничего хорошего, ничего хорошего, ничего хорошего, да. Угу, оно самое, ссылочка внизу. Все, поехали, смотрим, вы не видели этого монстра, без понятия, о чем оно может быть, если честно, этот выпуск. Друзья, всем привет. Здравствуйте. Ну вот, еще один год позади. Да, жесть. Быстро идет время, да. Такое ощущение, что мы недавно снимали первые топ-секреты про паранормальщину. Такое ощущение, что совсем недавно я записывал, как раз на Новый год ролик, где говорил о том, что я вот буквально в этом году начал смотреть топ-секреты. Говорит, ребята, мы познакомились с этим каналом, типа, очень приятно и все такое, и все такое. Это было, это было очень недавно. Как, как вообще год прошел, я не понимаю. Как? Как? С момента прошло почти 8. 8 лет. 6. Мы росли как на дрожах. Съемка все забрали. Время быстро проходит. На самом деле, блин, грустно когда-то задумываешься о том, что время быстро проходит, если честно. Немножко грустновато становится. ...больше. Шуток становилось, наоборот, меньше, в том числе из-за тем, которые становились... А, да ладно, шуток меньше. Мы все видели, мы и старые видели, и новые видели, все мы знаем, ничего не меньше. ...все сложнее. Ничего не меньше. ...взять только этот год. Феномен була земли. Было. ...пересадка личности через органы. Было. ...и огромнейшее разоблачение материальных мыслей. ...а также всего, что связано с книгой секрет. Ничего не пропустили. ...поплат проделана большая работа. Согласен. ...но то, что я собираюсь сделать, поймут не все. Но, как мне кажется, в сегодняшней ситуации это именно то, что нам необходимо. Что же это такое? Пристегивайте ремни. Того же пристегнуто, два часа назад пристегнули. Сегодня мы с вами... ...сидим, ждем, никак начать не можем. ...возвращаемся назад к истокам. А сегодня ты узнаешь, какое чудовище терроризирует маленький американский городок. И почему люди в черном не хотят, чтобы вы об этом знали. Я понял. Мы смотр... О, старая заставочка. Мы с тобой видели выпуски, не все, конечно, старые выпуски. Ты сам знаешь, все, что я видел из старых выпусков, есть на этом канале. Все, что я не видел, нет на этом канале. Вот. Это старая заставочка. Я понял. Я все понял. Я все понял. Я прочитал. Я их не видел, когда они выходили, к сожалению, конечно. Потому что я начал смотреть топ-сикрет, ну вот, на этом канале. Ну, не топ-сикрет, а утопия. Что вместе с тобой на этом канале, вот, все, что есть, это все, что я видел буквально. То есть, с прошлого года я, в принципе, познакомился, понимаешь, с топой, там, командой и т.д. т.п. поэтому но старые выпуски смотрели знаем от меня зовут топа а у вас произошел не такой взрыв из прошлого типа как бы без прошлого можно так сказать конечно я даже старую заставку нашел чтобы ностальгия пропитала вас с ног до головы до года время мы чет всерьез ударились повышая планку но все-таки нужно не забывать с кем ползал начинал ползать я с убогими историями пишите что соскучились по такому да я вообще-то тоже поэтому у нас сегодня все будет по-старому мы даже о нем посмеемся и может быть чему-то не но я так скажу если все все было по-старому да примерно до конца этого ролика нам оставалось бы на минут пять примерно ну может быть 7 но может быть 7 от силы понимаешь где-то через 7 минут этот ролик должен закончиться научимся на чем тратить на это время очевидно этого не бывает я помню в лин рекордный помню есть на канале топ секрет который по пятиминутно что ли я вот буквально за такой типа начал смотреть а чё все закончили что ли там просто супер самый один из самых коротких роликов на этом канале целом и это топ секрет я такой типа чё имеешь для меня контраста огромный для тебя то может быть не то что вы вы все смотрели все самого начала как бы все это как бы в нормальном синхронности до порядке а у меня нет хронология нарушена полностью я начал смотреть сначала вот с тех выпусков которые длятся часы в начале там 2 часовой конечно режиссерское кино а потом уже целый выпуск а потом я начал смотреть уже старые выпуски которые идут по 3 минуты я такой но это прикольные ощущения эти так скажу прикольный уникальный очевидное будет разоблачение очевидно защита да это же очень юный скептик только вот я 100 раз говорил что эта рубрика не для разоблачение а для того чтобы показать как именно появлялись известные мистификации, кто за ними стоит и нахрена они тратят на это время Ребят, я немного это самое я немного в настроении еще, да, знаешь почему, потому что я не знаю, есть ты в Телеграме у меня, нет ты в Телеграме у меня, но у меня вот сегодня, я сейчас просто как бы, да, я думал у меня сил не хватит, но я решил, да хер бы с ним хватит, наверное, 24 число 006 времени, значит и 23 число 23 декабря, выдалось не самым прикольным, потому что и ролик какой-то заблокировали там на канале и вся вот эта эпопея была, я что-то перенапрягся совсем, а вот недавно новость пришла что этот ролик разблокировали, понимаешь который заблокировали сегодня, ну получается уже вчера технически, и я как-то прям так выдохнул, и как будто бы даже силы пришли, знаешь, к этому моменту так что, да, да я прям такой, ба-ба-ба-ба-ба-ба после этой новости, что разблокировали, что-то сильно перенапрягся, но я этим делился в Телеграме если кто-то есть, тот знает, ладно все, это немножко вне темы, вне темы было сейчас а что за тема такая? ну не может быть ничего там дельного, вот смотрите наверняка какой-то убудок, что-то что? кого? фильм сняли подожди, подожди, о чем? кто появился? паника в городе? сколько людей погибло, что? твою мать это будет весело паника в городе? я даже, у меня предположения нет, если честно человек, ааа, человек-мотылек я что-то слышал подожди, человек-мотылек, это не тот фильм, который с Ричардом Гиром был снят? по-моему, старый какой-то нет я плохо помню, типа, сюжет этого фильма я помню, что просто что-то такое было согласитесь, название темы звучит как дерьмо но, клянусь это только на первый взгляд как трешовый фильм о этой истории довольно неожиданная мораль, но обо всем по порядку ну ладно да кто такой или что такой этот ваш человек-мотылек? я считаю себя не очень не, ну ноутбук разбивать, конечно, было не обязательно но в целом, ладно инкомпетентом в пересказывании городских легенд так что я передаю слово нашему бессменному эксперт хренсберг, вступайте в дело вообще во всем конечно, конечно человек-мотылек или мофман является криптидом то есть существом, которое считают либо вымершим либо его существование сложно доказать на правой на правой картинке справа вот это вот, на правой внизу выглядит как ну, типа, не совсем человек-мотылек а человек-ничное другое из-за того, что существует мало особей этот криптид, несмотря на забавное название имеет долгую и довольно серьезную историю возникновения однажды, 15 ноября тысячи а человек-мотылека тоже к фонарикам всяким тянет? к светилькам? вот, что светится, да? он, типа, подлетает такой и пшш-то, все 1966 года в маленьком американском городке Point Pleasant две молодые пар катались на машине по пустым дорогам один из очевидцев увидел стоящую около заброшенной электростации странную фигуру с огромными горящими красными глазами и Джонни решил проверить все ли в порядке он подошел и спросил are you okay, sir? как в тупых фильмах он сообщил об этом остальным ребятам началась паника они видели, как существо странно передвигается и как будто не может удержать равновесие за спиной у чудовища были большие крылья они начали кричать быстро выехали на шоссе и увидели, как существо бесшумно поднимается в воздух и летит в сторону байк, не напоминает джиперса-криперса если честно вот джиперс-криперс, ребята, жуткие ублюдки видели его? видали эту тварь? первая и вторая часть прям вообще кто пытается догнать и издает страшные виски наконец, добравшись до полицейского участка они обо всем рассказали полиция так и не смогла никого обнаружить на этом история могла закончиться но она только начиналась да? о существе начали сообщать десятки людей another report bird creatures что-то птица, создание в виде птицы по всему району а затем и по всему миру было написано много книг проведено множество исследований были выпущены документальные и художественные фильмы но никто, даже ученые так и не смогли объяснить этот феномен а ученые пытались? серьезно? на это они тратят время? прости, я не слушал не особо важно, что он рассказал важно то, что человек-мотылек а я слушал это уже не просто история это целый культ люди его обожают ученые его изучают я, если честно, не слышал этого культа то есть, как будто бы я единственное помню фильм со странным Ричардом Гиром который даже не связан напрямую с человеком-мотыльком типа, с каким-то существом там просто был какой-то детектив триллер или что-то типа того то есть, там не был какой-то трэш-ужастик про буквально человека-мотылька там была какая-то своя история просто фильм так назывался вроде все вроде других каких-то трэшовых историй фильмов или сериалов каких-то связанных с этим персонажем или этого персонажа который появлялся бы в других сериалах там вообще не помню такого если знаете, напишите в комментариях даже, честно говоря, интересно будет а интернет распространяет реально ли он настолько? 7 футов или даже больше огромные красные глаза крылья, как у летучей мыши ноги, как у человека но что за всем этим стоит? пиздёш шалость детишек галлюцинации массовая истерия да, наверное, всё сразу зак баганс со своими стульями всё сразу пришельцы и очень скоро мы это выясним потому что инфы тут просто ебнешься я давно столько не читал и, кажется, никогда не разбирал столько людей в одном ролике кайф нас ждёт большое расследование и каждая деталь будет всё больше и больше раскрывать эту историю полную мистики паранормальных явлений пришельцев и внезапно человеческих жертв всё весело кроме последнего, если честно итак как настоящий детек... гнидовский частный детектив детектив, я должен был сделать свою доску расследования блин, вот эту отсылку я не понимаю потому что я не видел видимо старого выпуска где гнидовский так сказать был нам представлен но я понимаю что это, видимо, отсылка я понимаю видимо, это отсылка да, так и есть и я устал видишь как ну вот что получилось ну выглядит как серьёзная доска серьёзного человека серьёзного детектива со серьёзными вот этими ниточками которые соединены и серьёзным расследованием у каждого серьёзного детектива должна быть такая доска без этого ты как бы вот карта одной из частей западной Вирджинии а это фоторобот человека мотылька фоторобот кстати, а почему мотылёк? ну типа он как бы на человека похож и на мотылька у него крылья и сидит рисует знаешь, серьёзный такой криминальный художник если честно то никто не знает первые упоминания именно о мотыльке в газетах были спустя 3 дня после инцидента есть мнение что его так назвал какой-то ребёнок или человек читающий комиксы в то время хайпил комикс про Бэтмена где появлялся антигерой мотылёк может тут есть связь а может и нет мне в принципе всё равно так как для быстроты мы будем говорить ЧМ ЧМ чмо обитает звучит как чмо так и звучит всё правильно человек мотылёк обитает и впервые был обнаружен в так называемой зоне ТНТ которая расположена в городе Пойнт Плезент или же человек молодой что это за зона такая во времена Второй мировой войны этот район использовался для изготовления боеприпасов а таратил хранился в специальных бункерах которые до сих пор там находятся ребят так вот серьёзный вопрос сейчас ко всем обладателям так сказать айфонов потому что айфон у меня недавно всю жизнь я обладал скажем так андроидами да и айфон у меня ну год получается у меня постоянно в последнее время приходит сообщение AirTag перемещается вместе с вами это чё за хуйня вообще у меня нет AirTag это типа за мной кто-то следит или я не понимаю что происходит каждый день почти что приходит AirTag перемещается вместе с вами я причём ничего не могу сделать не выключить этот AirTag Станый ничего как бы посмотреть кто там куда перемещается ничего сделать не могу мне каждый день приходит оповещение AirTag перемещается с вами да я блять сижу на стуле никуда не перемещаюсь даже вот сейчас прям в данный момент почему ты мне пишешь что я куда-то перемещаюсь когда я иду в туалет куда-нибудь или не знаю схожу в холодильнику никуда не перемещаешься вот когда я сижу компа он мне постоянно приходит перемещается вместе с вами вот вот это нужно расследовать это чё за дичь какая-то непонятная взгляните на этот мрак не души вокруг гнетущая атмосфера войны и смерти пустующие бункеры и мистическое настроение после того как все узнали что именно появилось рядом с этим местом они тут же построили теорию что химикаты пропитавшие землю создали нечто ужасное из какого-то животного звучит правдоподобно одна из теорий состоит если бы это происходило во вселенной человек паука том что мотылек это птица мутант которая появилась из остатков тротила о животных мы еще поговорим это реально объяснение на уровне человека паука и происхождение всех злодеев во вселенной человек паука типа песочный человек упал там в какую-то хуйню которая крутилась он с песком его днк смешалось ген и он стал песочным человеком или типа того сначала нужно представить вам главных персонажей поехали Мэри Хайер корреспондент местной газеты в 1966 году она писала совершенно обычные статьи о городке но 15 ноября ее жизнь полностью но обычные статьи никому не были интересны поменялось после того как школьники рассказали полиции о случившемся на следующий же день Мэри написала об этом в газете крылатая красноглазая тварь преследует людей в сельской местности Пойнт Плезент две пары ехали в машине и когда машина поднялась на холм перед ними возник некий объект объект был в форме человека ростом около 6 футов с крыльями за спиной это было самое первое упоминание этой истории а теперь представьте крохотный городок населением 5-6 тысяч человек в то время получает в газетах сообщение что в самом мистическом районе завелась какая-то супер мистическая тварь интернета не было но слухи передавались моментально интернета не было но люди были теми же нет чтобы от страха забиться по домам нет уже на следующий вечер зона ТНТ была завалена людьми сотни людей приехали на своих машинах со своим оружием чтобы что-то пора кончать эту тварь видите может быть застрелить главное застрелить получилось мэри срочно выпускает новую статью жесть просто собрались а что застрелить может быть он хороший еще шесть или может быть семь человек уверовали в монстра округа мэйсон в среду вечером что они увидели они не знают но им удалось убедить множество людей что они что-то видели н ERC звучит серьезно солидно они что-то видели но что-то вот не поняли что видели но их убили убедили других что что-то видели что они видели они не знали что но они убедили убедили других людей что они что-то видели это формулировка кто это вообще составлял Мэри, Мэри, возвращайся-ка обратно Вот статьи писала спокойненько Про погоду писала, то, что собачка покакала Не там, где надо Мэри, пиши статьи про собачку Которая покакала, где не надо Потому что это не твое Нагнетает нормально, кстати А может быть и ее Может быть Мэри свое призвание нашла В нагнетании Миссис Рэймунд Вомсли Рики, Кони и Вики Томас И Марсела Беннет Они заметили монстра около 9 часов вечера в среду Возле дома мистера и миссис Ральф Томас В зоне ТНТ Где это существо было замечено За день до этого Хочу отметить, что из всего этого текста Очень круто звучит Зона ТНТ Очень круто Можно бар такой назвать Зона ТНТ Накал страстей нарастает Опять первая страница газеты Все больше заинтересованных Все больше свидетелей Новые заголовки Ну понятно Пошло-поехало Это примерно как вот про НЛО мы смотрели То же самое В то время Мэри начинает писать все более пугающие статьи Город узнает, что за эти статьи ее начинают преследовать загадочные люди в черном И принуждают больше не освещать эту тему И вдруг Вы про людей в черном тоже смотрели Это плюс один отсылочка Плюс одна Я не все отсылочки здесь пойму Потому что не все старые выпуски смотрел Походу здесь отсылочка будет именно к старым выпускам Но плюс один Плюс один в копилочку Угу Угу Возвращаться Но пока что Так, кто-нибудь топе скажите Камера с другой стороны Мы просто знакомимся С их краткой историей Линда Скарбери А это было А это было Ты понял? Нет? Ты понял? Ты к чему? Это была отсылка К Сейчас, погоди еще раз Я каждый раз Я каждый раз это говорю Сейчас не все поймут Вот это будет от меня отсылочка Которую никто ни хера не поймет Поймут только те люди Которые все видели выпуски на этом канале По утопе шоу Но Это была отсылка Особенно влоги всякие, да? Это была отсылка, ребята К Уошь и я поту Утопе шоу Сзади Те самые выпуски Сзади, которые снимаются Специально для тех людей Которые смотрят Хочется смотреть Сзади Это тот же выпуск Для тех, кто не смотрел влоги Не понимает, о чем речь Не понимает, о чем ссылка К чему эта отсылка, да? Каждый выпуск Если ты кто-то не знает Утопе шоу Снимается Спереди И параллельно снимается То же самое Сзади Для тех людей Которым нравится Сзади Какая чушь Вот И вот это Отсылка К этой хуйне Которой Ладно Ладно Все, немного отвлеклись Окей Это была отсылка Да Конечно Средняя ученица Старшей школы Одна из тех Кто 15 ноября Сообщил полиции Так, кто-нибудь понял Вообще вот этот момент Или вот вы сейчас Все сидите и такие Типа Че сейчас было Ладно Окей Я не обращаю внимания Смотрю дальше Кто-нибудь понял Кто смотрел влоги Ну Ну кто же Ну кто хотя бы Один человек Пожалуйста А красноглазом монстры Я никогда этого не забуду Жесть у нее Лицо прикольное У нее такое уж прикольное лицо У нее огромные прически И маленькое лицо И такое еще нечто Прям Огромная башка И маленькое такое Микро-микро личико Такое микроскопическое Которое Как будто бы Как пластилином Так приделали к лицу Блин Очень странно смотрится Нет? Немножко странно Это было вчера Забавно Ребят тогда было Четверо И все дали Плюс-минус Одинаковые показания Человекоподобное животное С крыльями за спиной Без шеи С красными глазами Но Линда Единственный человек Из всей четверки Которая до конца Своих дней Давала интервью Телевидению Различным шоу И Писателям После того инцидента Ее жизнь сильно ухудшила И до конца своих дней Ей не пришлось работать К ней как и к мэри Начали приходить люди В черных костюмах Они приезжали на черных Кадиллаках А их пальцы были длиннее Чем у обычных людей Как оно так определило Интересно Одна из теорий Состоит в том Что человек-мотылек Был правительственным Так Это перед нами Если что Эксперт по человеку Мотыльку Дамы и господа Экспериментом Вышедшим из-под контроля И он сбежал Что немного бы Объяснило Людей в черном Также от нее были сообщения Что предметы Какая шиза Какая шиза Мне нравится Что все это На серьезных щах подается Телевизор и радио Стали барахлить Но Почему так происходит Почему мне За всю жизнь Не выпал шанс Увидеть хоть что-то Кому-то Сразу джекпот Выпадает Да вот так вот Вот так вот Нас ни пришельцы Не похищали Ни зонды В жопу не засовывали Не даже Не даже Станный какой-нибудь Человек-мотылек Там в окне не пролетал Понимаешь Обычные мотыльки Прилетаешь Жрут там одежду А вот и они Так А это отсылка Видимо к Гарри Поттеру Всем этим Как лично Так и по переписке Она делилась С писателем Мне нравится чел справа У него тупо Лиц санят На этой фотографии Посмотри Супер качественная фотография 144p Следователем паранормального Джоном Киллом Который был Невероятно вдохновлен Ее историей И в красках Описывал ее сообщения В своих книгах Джон Килл наверняка Ведущий персонаж Во всей этой странной фигне С ранних лет Увлекался магией И паранормальным С ранних А в 1966 году Начал изучать Внеземные цивилизации И Контакты с ними Изучать Внеземные цивилизации Так как будто он Значит на факультет Внеземных цивилизаций Поступил И там начал изучать Прям как бы диссертацию Потом писал Сдавал Все такое После первых сообщений О мотыльке Он отправился в тот город Опрашивал людей И исходя Из их интервью И личных наблюдений Написал две книги Об этих событиях Сейчас Иногда Когда ты смотришь Такие выпуски Тебе такое Все книги пишут Это так просто Просто взять и книгу написать Любой дурак Как будто может Взять и книгу написать Как будто Это прям вот так Документально Достоверным источником Информации О Моффмане Моффман Вот ирония Григорий Моффман Вячеславович Он по большей части Популяризировал вывод Менее известные книги Которая вышла Немного раньше И которую написал Его Коллега и друг Грей Баркер Хоть и не главный Но самый интересный Персонаж на сегодня Суперамериканские имена Наиболее известен По своим книгам Об НЛО И загадочных людях В черном Первым начал Серьезное расследование В поинт Мне нравится Вот этот вот ракурс Он очень загадочный Плезант Из чего получилась книга Про человека-мотылька Который называется Серебряный мост Оу Хорошо назвал Прикольно Мне нравится название The Silver Bridge Что за серебряный мост? А это друзья Кульминация Очень страшной И ужасной истории Поэтому Я пока что Стараюсь не шутить Тут просто Ни над чем Тут шуткам не место Ты за шутками пришел? Зачем? Куда ты пришел по-твоему? Ты куда пришел? Я не понял В цирк? Может быть и в цирк Не знаю Не знаю Не знаю Покажут Вместе с людьми Начали падать в холодную воду Откуда Не всем удалось выбраться В тот день погибло 46 человек И за несколько мгновений Около моста Видели монстра С красными глазами Пиздец Вот когда Вот нас Вот к таким событиям К таким историям Присобачивает Какую-то хуйню Пойти по человеку Мотылька Просто сказать нечего Жесть Даже как-то не по себе Что мистическая история Переросла Я подчеркиваю Реальную трагедию С реальными жертвами Это как будто Нарушение ожидания Был ажиотаж Весь мир следил за Поинт Плезент В западной Вирджинии Пресса была повсюду Все А где-то Это все произошло Из-за человека мотылька Типа из-за того Что все думали Что там какой-то человек мотылек Или это все-таки Просто произошло И кто-то видел человека мотылька Казалось, были Вот эту вот хронологию Я не уловил Обзводе Но теперь настало время Перейти к главному Нам нужно отделить зерна От плевел Нам нужно выяснить Врет ли кто-нибудь Из этих людей Нет, а ты что Никто не врет Все основано На реальных событиях Как всегда Как всегда Какие на самом деле У нас есть факты И кому все это Выгодно Итак У нас есть Описание монстра Есть Есть Свидетели Есть Есть писатели Есть факт, что За каждым из ведущих Персонажей велась У нас нет У нас есть все Кроме человека Мотылька Есть абсолютно все Есть абсолютно все Кроме Вот Единственного фактора Человека мотылька Самого Его нет Слежка От таинственных людей В черном Они тоже есть Судя по всему Не хотели Чтобы информация Распространялась Как Монстр Явно нет Связан с людьми в черном Который как бы Связан с пришельцами Как Там еще и полтергейство Происходило всякое Что-что-что-что-что-что-что-то Подожди Ты заранее забегаешь Не спорери Куда я вообще попал Неужели вся чушь и стоп секретов Наконец Устроил вечеринку Комбо О, а я видел Анабыльку А я Анабыльку видел Ага Есть куча новых свидетельств Которые появлялись В том числе И на всяких телешоу Вот например Телеканал Наука Не, ну телешоу Наука Так, так, так Принадлежащий Нашему любимому Дискавери Ага Говорит, что Разгадки нет И доверяет очевидцам И людям, которые говорят Что очевидцы В общем у нас есть Полный набор Какой-то лютой дичи Которую Как будто в блендере Замешали Но, размотав этот клуб Не, ну очевидцы Это аргумент Бог Мы съедим весь сыр В бесплатных мышеловках А сами мышеловки Так Мимо каждой пробежим Ни одна нас не поймает Люди в черном Глава Первая Все, что я сказал до этого Это то, как весь мир Воспринимает эти истории Ну да Не удивляйтесь Если все окажется Не совсем так Не совсем А начнем чуть ли не с конца При обрушении моста В 67 году На самом деле Никто не видел мотылька Что неудивительно Все были заняты Не, ну может кто-то видел Там типа настоящего мотылька Но это к делу К делу отношений не имеет Да? Города Только Ну пролетал просто мотылек Ну блядский мотылек Просто Типа Есть же вероятность того Что кто-то в этот момент Видел Баного мотылька Настоящего мотылька Который просто Пролетал мимо машины Ну ешь Позже поползли слухи Эти слухи Подхватил писатель Грей Баркер Что-то смешинку поймал На такой хуйне Смешинку поймал Ну ладно, бывает В 70-м году вышла книга Где впервые Люди За пределами города Узнали Что мотылек И мост Были связаны Мофман Все начали послушно Кивать головой И рассказывать Что видели красные глаза Конечно Там и крылья были И красные глаза Он еще летал И рычал Рычал еще Вам кто-нибудь говорится Что он рычал А вот он рычал Я слышал Катастрофой Забегая вперед Скажу что они говорили Что видели их Перед чернобыльской аварией Обрушением зданий И кучей других Трагичных событий А там если Каждую фотографию Из каждого периода Взять Где-то там на фоне Мофмана можно видеть Человека-мотылька летающего Но кто вообще такой Грей Баркер Грей Баркер Один из самых ранних И известных авторов Об НЛО В 1956 году Он написал Самую продаваемую книгу О тарелках А не слишком Об обычных Не НЛО Просто о тарелках Много зна Сначала он интересовался Было бы забавно Сначала он просто Интересовался Обычными тарелками Ну типа как бы Исторические тарелки Там из Египта Тарелки Тарелки Древних цивилизаций Из чего ели люди Там тысячу лет назад В принципе Как люди пришли В целом к тарелкам Потом он Потихоньку так перешел Ну к другим тарелкам К другого рода тарелкам В ней говорилось о том Скольким исследователям Феномена летающих тарелок Пришлось замолчать Из-за того Что они знали Слишком много Да Вы все правильно поняли Это книга О людях В черном Которая и дала Старт Всем теме В массовой культуре Бам Прикольно Слушай Придумал да Ну по сути Он просто придумал Произведение Какое-то Типа как Обычную литературу Ну конечно Сделал вид что Он основан на реальных событиях Как обычно Но по сути Придумал как бы лор Грубо говоря Какой-то Если вкратце То Грей Основываясь на одной Спорной истории Придумал Похожие лица Черные машины Черное пальто И по сути Это популяризировал Прикольно Я вам обязательно Однажды Нормально расскажу Про феномен Людей в черном А мы смотрели Старый выпуск Про людей в черном Было-было История просто отпад Но сейчас Не об этом Перед тем Как выпустить книгу Он приехал в город Для опроса всех людей Кто жил в том районе Сэр Могу я вас побеспокоить? Да, конечно Чем могу помочь? Смотрите Я собираю информацию Об этом городе И хотел бы задать Пару вопросов Мне нравится Вот эта стилистика Старых детективов Которые в огромных пальто Которые чисто на вырост Куплены Если вас это не затруднит Да, без проблем Я ничем не занят Выгуляю со своим другом Это собака по воде Спокойно, Боди Хорошо Не видели никого странного За последнее время? Посмотрите внимательно Болен Да у этого парня Талант Он за 2 секунды Это нарисовал Видали? Ну, не буквально Всех, конечно А скорее тех Кто хотел идти на контакт Совпадение или нет Но после его визита Многие опрошенные Действительно начали Сообщать об НЛО Над городом И странных людях В костюмах По сути Об этой связи Его книга Какая чушь Очевидно, без контекста Ты сначала Свой дешрак Который даже не говяжий Давай даже не острый Судя по всему Походу Просто обычный курин Или свиной Даешь Потом уже вердикты Свои доставь Вы так считаете? Но что если Все не то Выноси Кажется На первый взгляд Чуть позже Вы охренеете Просто Как я уже сказал Грей Баркер Дружил с писателем Джоном Киллом Который тоже приехал В город Для расследования В том же году Из этого Получилась книга 75-го года Предсказание человека Мотылька Давайте послушаем Вот уже 7 дней Офис миссис Хайер Был заполнен Незнакомцами Родственниками Пропавших без вести И усталыми спасателями Поэтому в тот день Она едва подняла глаза Когда вошли двое мужчин Позже она В черном Вспоминала Что они были почти близнецами Оба были невысокого роста И носили черное пальто Лица были смуглые Немного восточные Подумала она Мы слышали Что здесь наблюдается Большая активность Летающих тарелок Заметил один из них Она была застигнута Врасплох Катастрофа на мосту Занимала все мысли В течение последней недели Летающие тарелки Были далеко не тем О чем она думала У нас было довольно много наблюдений Что бы вы сделали Если бы кто-то Разные голоса пошли слушать Я бы послала их к черту С улыбкой сказала она Вернувшись к своим спискам А когда снова подняла глаза Их уже не было Ре Реализм Ре-ре-ре Вы тоже посылаете Стремных близнецов В черных пальто Задающих странные вопросы Про НЛО И намекающих на то Что вам рот закроют Я конечно понимаю Что книга основана На реальных событиях Конечно На самых реальных событиях У кого-то к этому вопросу К реальности этим событиям Спорить не буду Но как по мне Все должно было быть вот так Я бы послала их к черту Ладно мы А там люди вокруг стоят такие Недушнилые Давайте говорить на языке Фактов может быть Почему Джон Килл На самом деле Начал заниматься изучением НЛО Имя такое у него Джон Килл Но я видел Что он пишется Не как Килл Как типа убивать А просто через две Е Но имя такое Джон Килл Прям чисто американское Жёсткое имя Я поднялся Как имя какого-то персонажа Боевиков Да типа это Джон Килл Тот самый Джон Килл Секретные архивы А точнее Открыл его официальный сайт И выяснил что В 1966 году Когда прогремела история С мотыльком Джон занимался вообще Своей писаниной Но его позвал в журнал Внимание Плейбой Чтобы он Сгонял в город И написал статейку О связи НЛО И мотылька А там просто Наверное тема такая Типа директор Точнее редактор Плейбой Такой Тема вроде интересная Нам говорят Что у нас что-то Одни сиськи Да жопкие Надо как-то Чем-то разбавить Интересным таким Научным в идеале Чем-то таким интересным Таким серьезным Научным Вот вроде НЛО Сейчас популярным Ну просто почему бы и нет Привет Ты умеешь писать Джика пришельцев В журнале С голыми тетками Я просто Да я представил Эту статью Ну статья жарко Должна получиться Чуть подожди 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 Мы эту обложку Сейчас разберем Погоди Ты думал не разберем А мы на паузу Поставим и разберем Напиши-ка Секундочку Секундочку Это важно Это нужно Это серьезно Это надо Так Я представил эту статью Смотрим Так значит Эксклюзивная статья Дик Хренсберг Впервые показал свое лицо Но никто ее не запомнил Почему топ секрет Пишут через И тайна покрытая мраком Да все правильно пишут А как еще писать Репортаж ужасный Отварил А летает по городу И пугает сам Интервью Бигфут Новая забегаловка Для любителей Криптозоологии Криптозоология Имеет отношение Криптовалюту То есть Начать изучать НЛО Даже не его идея была Мощная обложка Но он написал Никому кроме него Не понравилось И это никуда Не опубликовали Знакомо Смешной факт Но особо ничего Не доказывает Зато после этого Он занялся Плотным изучением И в его текстах Было видно Влияние Грея Баркера Так как тот шарил за тему Аж с 50-х Я не просто Шарит за тему Да он эту тему Принемал почти Что можно сказать Это безумно важно Ведь когда Грея не стало Начали всплывать документы И личные переписки С его лучшими друзьями И коллегами И это просто Разрыв шаблона Так и что там Оказалось Что это был не просто Шиз Который во все это верит Не просто То есть он реально верил В это так Ну ладно Это интересно Квак который не разобрался А это самый настоящий Мистификатор В переписках с человеком Который разоблачал НЛО истории В известном журнале Он говорил что Не особо то и верит В то что пишет Оу Оу Что додумывает Историй И что не понимает Как Джон Килл Во все это верит Посерьезки Отличный друг Нельзя так Нельзя такие вещи писать Ты че Спасибо нахрен С такими друзьями И врагов не нужно Дарь Таких друзей За Уй Да в музей Который писал для него Выдуманные истории Про пришельцев Рассказал что Грей в письмах Уговаривал его До последнего Не раскрывать Фальсификацию И наконец Его давний друг Расскрывает карты Что Грей Только играл роль Уфолога Потому что это было выгодно А еще они вместе Делали мистификацию Чтобы поднять бабла Ну это действительно Было выгодно И они действительно Видимо подняли бабла Например Нашумевшая в те годы Видеозапись НЛО Лост Крик Их рук дело А где Ха-ха-ха Не ну это уже наглость Я понимаю Когда на калькулятор снимают Специально Чтобы непонятно было Да Чтобы как бы Можно было доебаться Можно было не доказать Что-то там Типа что угодно Может быть Каждый интерпретирует По-своему И все такое Но Серьезно Прям Ну это перебор Ну это уже наглость И да Люди в это верили Десятилетия Не ну это наглость Все эти документы Теперь в открытом доступе Грей Баркер Не верил в это Надо снимать на калькулятор Если ты что-то подобное снимаешь Качество должно быть Не выше 144 пи Потому что иначе могут Иначе могут Появиться вопросы Иначе могут быть вопросы Опасно Вы можете Он уже кстати говоря Ну так на секундочку 22 минуты Ест доширак один Либо это не один А уже второй или третий Тебе представить Что связь человека Мотылька с мостом И байки о людях В черном Начались с человека Который Угорал над уфологами И писал книги Полные вымыслов Тупо чтобы На верунах Наживиться Это забавно Я не могу сказать Что я смею Ну это как забавно С одной стороны забавно С другой стороны Если люди действительно Верили и покупали Там прям на серьезке Да и все такое Ну конечно не смешно Ну конечно не забавно Но с другой стороны Это наверное никому И не навредило А может с другой стороны Навредило Что-то сторон многовато Получается Ну ладно Если бы не он Не было бы фильма Люди в черном И меня бы не засунули В русскую локализацию Последней части О я про это Вы мне про это писали Вы мне про это писали Писали что это должно быть Во влоге Каком-то одном из старых Нам этот влог не смотрели Может быть когда нибудь И посмотрим Если хочешь что посмотрели Обязательно напишу в комментариях И пальчик просто Угу Не бать Слушай я этот фильм то видел Но я в тот момент Когда видел этот фильм Я не видел ни одного Вдоса топа То есть понимаешь Какой прикол И я наверное этот момент видел А может не видел Я сейчас не помню Даже если видел Я даже не понял Кто что это было Забавно Серьезно Это прямо из фильма Он так выглядит Да Забавно Проблема в том Что кто-то в эту информацию Искренне верил А кто-то этой информацией Пользовался Джон Килл Этим пользовался Повторюсь Совпадение сраное Что после визита Этих двух писателей Весь город начал видеть Тарелки Пришельцев Да не Ну мы же смотрели На самом деле Есть один выпуск Где я еще в этой В шапочке Блин Надо было А я не знал Что сегодняшний выпуск Про это Понимаешь Защиту не надел Защиту не надел У меня есть выпуск Где мы смотрели Как раз Про пришельцев Утопа И там ребята Я в защите Естественно подготовился В шапочке с фольги Все такое И там мы же тоже Столкнулись с тем Что как бы Чем больше Вот это все Задвигалось Появлялось Хотя одна статейка Появится Уже все Начинает распространяться И все больше Свидетелей появляется И все больше Статей появляется И т.д. и т.п. Прямо по доминошке И загадочных людей В черном Цепочка Вот она Я видел Я видел тарелку Но особенная связь У Джона была С корреспонденткой Мэри Хайр И свидетельницей Линдой У нас есть Их переписки С Мэри И я склоняюсь К тому что Она искренне Во все это верит К сожалению Со временем Она стала Одержима Парнормальным Каждый день Видит летающие тарелки Почти каждый день Ездит искать Мотыль Представь каждый день Видите летающую тарелку Жестко Реально Буквально каждый день Ты выходишь такой И о летающая тарелка Так ну с другой стороны Если ты каждый день ее видишь То тебя уже наверное На третий Может на четвертый день Это перестает удивлять Ты такой О Да если наоборот Выйдешь типа И не увидишь летающую тарелку Такой типа А что происходит Все точно нормально Нет То есть Начнешь волноваться А так в целом Ты привыкаешь Потому что летающая тарелка Летающая тарелка Как Не знаю Самолет прилетающий Видишь и все Нормально К ней каждый день Приходят люди В черном О каждом таком шаге Да и к ним тоже Наверное подготовилась Я уже чаю там готовилась Все это как бы Пирожки разложила Типа ребята Заходите Ровно в 3 часа 25 минут Угу Как всегда Без опозданий Она сообщает Джону С периодичностью В несколько дней А Джон Килл Продолжал пользоваться Доверчивым человеком Вы только послушайте Сегодня у меня был Еще один разговор С моими Необычными Друзьями Они сказали Мне предупредить вас Что в ближайшие Несколько недель С вами могут Начать происходить Строю мать Некоторые из них Будут рассчитаны На то Чтобы запугать вас Ваш автомобиль Может То есть он бабки Бабки Вот это все Нагнетал И рассказывал Шизу какую-то Который и так у нее есть Это каждый день тарелки Видит Он еще и подкидывал Понимаешь Масло в огонь Заглохнуть на пустынных дорогах И вы можете получать Серию странных Телефонных звонков Но это жестко Это жестоко Это жестоко Не позволяйте Им запугивать тебя Буффало Это запугивать? Слово буффало На английском Значит запугивать Буффало Прикол Я не знал Держите меня в курсе Всего необычного Что происходит Вы понимаете Что сделал этот инсайдер С обосранными штанами Да пиздец Он бабку Свел с ума еще больше Он заставил женщину Думать что Любая поломка Любой звонок Любая мелочь Была связана с НЛО Это на самом деле Очень жестокая херня Потому что Ну у нее явно были Какие-то проблемы Да А он еще больше Как бы подкинуло Масло И дровишко Вот этого всего И по сути Усугубил ее состояние Ну Просто усугубил ее Психическое состояние Грубо говоря Все Ничего смешного Ничего хорошего в этом нет И у него получилось Она обещает ему Что будет писать каждый день Она сообщает Обо всем что видит В одном предложении Она пишет Но это же явно Ей не на пользу идет То есть Это явно Вредит еще больше здоровью Который сказал Что прилетел С другой планеты В другом О своей личной жизни Вместо того Чтобы человека лечить Он делает еще хуже В начале письма Говорит о том Что познакомилась С одним из людей В черном А дальше пишет Что приготовила Арахисовое печенье Я почти что угадал Кажется У нее постепенно Стирается грань Реальности и вымысла Я читаю эти письма И мне становится больно От осознания того Что человек просто повелся На всю эту Беспросветную чушь Жен конечно иногда И отвечал И манипулировал Видишь у нее видимо Не было никаких родственников Еще кого нибудь Ну кто Кто как бы мог бы это увидеть И такой типа Ты че блять Рассказываешь моей бабушке Просто найти этого мутнее И ну как бы решить вопрос Потому что Но это бред Ну видимо просто Одинокая женщина Которая видишь Попалась такой тип Дико Но видимо в какой-то момент Ему надоело Или он выкачал максимум Из ситуации Ведь книга уже написана Ну да Прослушайте одно Из ее последних писем Последних Перед смертью Оу Как ты Я вот так делаю Прямо понимаю Что это Ну все Чересчур огромное бородин Надо ее Немножко Так сказать Подредактировать Тебя чувствуешь Надеюсь Твоя книга Продвигается нормально Открыть Жесть у нее шрифт Конечно Я нихера не понимаю Но врачом было Те моста Назначены на 15 декабря Надеюсь Ты сможешь Приехать сюда Ради этого Это была бы Вторая видовщина Крушения Серебряного моста Мне снятся Какие-то странные сны Максим и я Были первыми Двумя женщинами Которые прошли По мосту Напиши мне Хоть строчку Когда у тебя Будет время И постарайся Навестить нас Ты можешь Остаться с нами Как всегда Мэри Блин Жестко Поржать А история Ни хуя Не веселая В итоге Грустная Да А нет Смотри Красненький Вроде все-таки Говяжий Нормально Мэри Кстати умерла После того Как начала Жаловаться на здоровье А потом провела Какое-то время В больнице Ее не ликвидировали Пришельцы И не снял снайпер Она просто Болела Это превратили в Было бы странно Если бы ее снял Снайпер Конечно Конспирологию Линда ведет себя Так же Постоянно ему Пишет Вот например Тут пишет Что Мэри Попала в больницу И ей плохо Чуть позже Пишет про свой роман С новым парнем А после этого Про полтергейст В своем доме Я даже не буду говорить Что тема полтергейста В то время Была просто модной Я правда Не понимаю Чем он их так Очаровал Но в финале Выясняется Что это совершенно Того не стоило Просто поддонок И прохинди По другому не назовешь Однажды у Джона Кила Спросили Откуда растут ноги У истории Когда люди в черном Опрашивали людей в городке На что он ответил Когда я приехал Исследовать этот самый город Был в черном костюме И стучался людям В двери Задавая вопрос И этот образ Жители городка Очень запомнили И тем самым Он попал в фольклор Серьезно У меня горит Он мог сказать Все что угодно Чтобы поддержать Вайп своей же Книги Мог сказать Так тупо Показалось ночью Что ему стерли память И только спустя время Он вспомнил подробности Мог сказать Что он сам себе Память стер В конце концов Кто я? Да что угодно Ну вместо этого Он по сути Сам себя разоблачил И почти прямым текстом Сказал что Никаких загадочных людей Не было в городе А те кто об этом Сообщали Скорее всего повелись Может он специально так сделал Типа знаешь Как будто бы Такой реализм Там Все такое Знаешь Немножко как бы Добавил порцию Как будто бы Правда Там плюс-минус Чего-то похожего На правду реальное Да Чтобы Вот В свою Вот эту Весь этот пи*** Во всю свою ложь Я не знаю Я знаю Что у него в голове Происходило Зачем он это сделал Но это очень странно И тупо И были обмануты Теми кому это просто выгодно Ну и конечно Нельзя забывать Что когда происходит Трагедия Человеку свойственно Найти в этом смысл Так проще жить Никогда не хочется Признавать Что что-то происходит Бессмысленно Или из-за банального Просчета Обрушение моста С кучей погибших Людям проще связать С какой-то чертовщиной И винить себя Что не увидели Предзнаменования Чем винить Недальновидных строителей Которые доказанно Допустили ошибку И которые не предполагали Что машины будут весить В будущем намного Больше Из-за этого всего Мы выяснили только Что писатели Были недобросовестны А это Совершенно ничего Не доказывает Красные глаза Глава Вторая А теперь вернемся Непосредственно К монстру Пора бы уже выяснить Кто и что На самом деле Да уж пора бы Во-первых Нужно учитывать тот факт Что все началось С одного сообщения 15 ноября Общения появились Уже после того Как история Мелькала в газет Некоторые после статей Говорили что И раньше монстра видели Но это не считается Никому не сообщили Идите нахуй Не было Нас тут так устроено Не зафиксирован случай Я наверное Сейчас скажу банальщину Особенно для постоянных Зрителей этого канала Но так случается Каждый гребаный раз Если в газете Появляется сообщение О чем-то странно То не нужно удивляться Что люди увидят это Еще раз Написали о крыльях Люди видят крылья Написали о красных глазах Люди видят красные глаза Даже если это Может быть вообще Выдумка Да придуманная просто Смотрите Изначально люди сообщали О теле Такие вот люди Их приколы С небольшой головой И крыльями Они говорили Что это вроде Помеси человека И птицы Но чем дальше Заходила история Тем сильнее Эволюционировал монстр Поглядите Как его изображают сейчас Ну да Ну такой какой-то Не особо детализированный Вот это мне не нравится Просто изображает какой-то Типа силуэт С крыльями И просто две точки красные Дешево выглядит Если честно Не хватает немножко деталей Моффману Григорию Вячеславовичу Вот его статуя В городе Пойнт Плэзент Вот он уже Прикольнее выглядит Выглядит какой-то Этот злодей Из этого Из Пауэр Рейнджерс Если честно Это что-то типа Здешнего маскота Который привлекает туристов Прикол Какой-то боец UFC с крыльями Не хотелось бы с ним Раз на раз Выпрыгнуть Я наверное Сейчас кого-то Разочарую Но Он не настоящий Вот что видела Линда И ее парень В ту ночь Это что такое Это из улицы Сезам Это они нарисовали Ну Да Теперь уже хочется сказать Что все-таки В тех силуэтах С красными глазами Действительно Дохуя деталей Что это вообще такое Сова Летающие брови Усы дядюшки Пекаса Что Он как будто Стоит и говорит Такой Че надо Ну и чего Такой Ну и ладно Типа ну и ладно Ну и пойду Охренеть Не ну увидев В реальности Такую Хуя Прям вот Типа вот именно Такую Давайте будем Честны Типа потому что Что это Блядь такое О боже мой Оно прекрасно Сними его Сними Ну почти Мог же сфоткать Точник Так лучше Все Зафиксировал Мне это напомнило Ожидание Реальности С куклой Аннабель О Ну а допустим Будет темно И от паники Ночью глаза Превратились В тыквы Главное Что мотылек Обрастает слухами Город серит В штаны От страха Сообщения о монстре Льются рекой И жители Как будто Не замечают критику От скептично Настроенных людей Спустя всего Пару дней А такие были Да По-любому Такие люди Всегда есть Профессор Профессор биологии Предположил Что этот монстр Теоретически Мог быть Птицей Чего Разумеется Монстром птицей Размером В целое Здание Там профессор Такой Типа Я профессор Слушайте Редной Шист Уносите Подобное Было воспринято В штыки Дед Да как ты смеешь Я бы птицы Точно не испугался Но профессор Не утверждал А просто Сделал предположение Что это мог быть Канадский Журабль Оу Да Действительно Слушай Красная башка Хрень Размером почти С человека И башка И глаза У него Красные Прикол в том Что люди В том месте К такому Вообще Не привыкли Эта птица Там не обитает Но Одиночек Отбившийся От курса Блин Ну я такой Я вообще птицы Вот огромного Увидев Можно обраться Они довольно жутенькие Во время миграции Там все-таки Видели Редкое событие Одна птица Большой рост И крылья Красные глаза Исследование 2022 года Да Представьте себе Мотылек Не дает покой Исследователям Даже сейчас Не исключили Что это был Журавль Или вообще Цапля Цапля Теория Номер Раз Так подожди Что такое Типа знаешь Чувак И кто верит Так подожди Это что не человек Мотылек Это человек Цапля О боже Все еще хуже Чем я думал Охотник За человеком Мотылеком Переквалифицируется На охотника За человеком Цапля Какой бред И пока оно Нам не подходит Ведь в сообщении Говорится о том Что шея у чудовища Отсутствовала И глаза именно Горели красным Прям горели Как фонари А теперь Давайте посмотрим Откуда мы узнали О красных глазах Так Я уже сказал Стати в газетах Ну все Да Оттуда все пошло Окей Только покопавшись Во всех этих газетах И увидев Не только громкий заголовок Мы понимаем Что Никто Из первых свидетелей Ни разу Не говорил О светящихся глазах Это Что там Журналисты Да Опять Поработали Как всегда Как всегда Выкрутили журналисты Ну это Это прям Я не знаю Это Типикал Журналист Момент Первые очевидцы Сказали Что когда свет От автомобильных фар Попал в глаза Монстру Они загорелись Красным Как автомобильные Отражатели Это две колоссально Разные вещи Ведь на данный момент Не обнаружено Нормально закрутили Кстати Потому что Такую детальку Кинули За которую Все зацепились Замет С глазной Биолюминесценцией Обычно приписывают Забавно Что кто-то такой Типа Так Мы будем изучать Возможно Они видели Необычную Редкую цаплю Которая обитает В этой местности Иногда появляется Иногда нет Нет Я думаю Что они видели Не цаплю Это был Аист А мне кажется Это был Не аист И не цапля Друзья Мои коллеги Научного сообщества Я считаю Что это был Старый вид Пампортис Пантодис Которого Давно уже Примерно 55 лет Никто не видел Мы считали Вымершей тварью Но вот она Походу Здесь обитает Да нет Это просто Журналисты придумали Все Точка Вымышленным Часто демоническим Монстром И для репортеров Это звучит Уже более волнующе Запомнили Прикольно У меня есть Несколько книг Исследователей Бенджамина Редфорда Как обычных Так и электронных Он занимается Изучением Криптидов А тем временем Где-то рядом Вроде далеко А вроде рядом Не знаю Может быть и нет Может быть и да И на самом деле Пытается докопаться До правды Он не прошел стороной Сгонял в город И изучил все свидетельства Что я описал в книге Однажды писательница И криптозоолог Лорен Коулман Зачем-то выпустила Очередную книгу Про человека-мотылька Заебали с этим Моффманом Которое Бенджамин А потом и я Зачем-то Прочитали Там даже есть интервью Все серьезно Было опрошено Марсела Бен Это ссылки на статьи Все такое Все очень серьезно Все очень по-научному Кстати Человек из так сказать Второй волны Ссылочка в описании Ночь Вы идете к машине Так И вдруг Из-за нее Появляется Монстр Бум Вот ее слова Именно Моффман Он медленно поднялся С земли Большое серое нечто Больше человека С ужасными Светящимися Красными глазами Только Ну пока ничего нового К ее интервью В разных фильмах И газетах Больше ни разу Не упоминали про красные глаза Может книга другого исследователя Которому она давала интервью Прояснит ситуацию Я не видела красных глаз Я никогда не говорила Что видела красные глаза Да подожди Ты определись Что ты видела Что не видела Я была слишком напугана Чтобы это заметить Что мать ваша Тут происходит Ответ А кто-то пи***дит А какая-то версия Из ее Двух версий Пи***дит Вы найдете в профессии Женщины Которая написала Ту чушь Криптозоолог Так Кто же это Это те кто ищет Всякую Вымершую Или паранормальную Дичь Так вымершую Или паранормальную Все таки В принципе их работа Заключается в том Чтобы что-то выдумывать Или и вымершую И паранормальную Одновременно Еще у них не будет денег Так что у нас минус одно А уже минус два Свидетельства красных глаз С которых Я если честно говоря Про криптозоологию Особо не читал Поэтому не особо в теме Суть и все Чем реально они занимаются И началось Найс Зато я узнал Что писательница Говорила о том Что Что в этом районе Индейские племена Так так Их там По погребению Вот это все Нет Слабо справляется Своей задачей Но с другой стороны Ему никто не платит Делает чисто на энтузиазм Боим честным Нет На самом деле Мы просто слишком тупые Чтобы понять Что слова предсказателей Нужно трактовать Уже после события Это база Это база И тут в дело Вступает тяжелая артиллерия У меня есть почти все Книги скептика Джонни Там аж комикс на фоне Не выдержал Это же комикс Да вроде Никела Который расследовал Такие вещи Которые другие люди Даже касаться Обрезгуют Ну-ка посмотрим Я знаю Тут это точно есть Аха Попался Мовман В общем Если вкратце То его главная гипотеза Что это была Сова Сколько птиц Вы еще знаете Больших Такие С большими глазами В деле Чтоб красные были Ну чтоб совпадало Сова Такой звук они знают Я не знаю Сова Такие звуки Может быть и нет Может быть я сейчас Изобразил что-то странное Ладно Не важно Забыл Забыл Попадают 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 Пишет 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 Что-то важно Спросить Что-то важно Человек Мотылек А А я думал Сова Не мог этого не сделать Но Насколько это может быть Правдой Жители Западной Вирджинии Любят активный отдых Они знают Всех животных В лесу Они знают Разницу между Паранормал инвестигейтор Серьезный человек Дэйв Спинкс Существом Типа Мотылька С таким серьезным Еблом Говорит Боже Сначала находим Информацию О том Что в момент Наблюдения Мотылька Какой-то фермер На своем участке Застрелил Большую сову Находим Статью в газетах Да Люди Тогда еще Удивились Размаху Ее крыльев Они знают Разницу Потом узнаем Что в зоне ТНТ Действительно Обитает Пестрая Не ясно Люди не дураки Они видят Разницу между Человеком Мотыльком И совой Это тебе Не журавль Залетный Давайте посчитаем Еще совпадение Бесшумно летает Может атаковать В том числе И людей Орет как тварь Да и вы не найдете Среди животных Чего-то более Похожего На такую картинку Ну кстати Да Очень похоже На сову На самом деле Так вот Если после этого Посмотреть Похоже А красные глаза Плюс-минус Тут конечно Мы попали Абсолютно В точку Совы Хорошие кандидаты Потому что У них есть В глазу То что называют Топетум Если совсем На пальцах То это Зеркало Покрывающее Глазное дно Присутствует По большей части У тех животных Которые должны По ночам Охотиться Типа то что Глаза у них ночью Светятся Это из этого разряда Топетум Им помогает Лучше видеть Это есть у ваших кошек У ваших собак И ваших оленей Зачастую В первую очередь У оленей При вспышке Или попадании света Да-да-да Это оно Светятся У вас такого нет Может Не факт Не показывайте Свои встатые фотки Из детства Где вас в упор Полароидом фоткают У вас красные шары Это другой механизм вообще Когда Это просто В вас демон вселился В какой-то момент Он вселился В какой-то момент Он выселился Это бывает Каждый через Примерно В возрасте От 15 до 17 Проходит Темно И зрачки Открываются больше Срабатывает вспышка Свет отражается Открыв Может не каждый Ну ладно Не каждый Кто-то да Кто-то нет И носных сосудов Ваши глаза Не будут светиться красным Если вас Фонариком в глаз посветить Ну да А у птиц И некоторых животных Будут Вы только посмотрите Их глаза Реально работают Как светоотражатели Они знают Крутое Крутое глаза Я гарантирую Надо людям Изобрести такие глаза Что в темноте По приколу Даже не глаза Какие-нибудь линзы Специальные такие Которые надеваешь На глаза свои И прям как сова видишь А потом можно снять Если что Вы не отличите Одного от другого Поэтому сова Очень подходит Под описание Огромного Летающего человека Который Террирует город Ну да Только типа Это не человек Ну да Как можно маленькую сову Спутать с большим Он все еще ест Он все Сколько уже 36 минут Человеком Корня Жакай Нет ни одного Известного Животного Таких размеров Обитающего Это шляпа Может и нет Но Откуда мы узнали Размер монстра От очевидцев Тот же Джо Никел В довольно мракобесной Передаче Где кого не спроси Чуть ли не дрался С человеком Мотыльком Лично Выступил скептиком И провел Ну пару лещей Ты дал Ну сто процентов Мне удивительно Что это вообще В эфир пустили Потому что Он доказал Что когда люди Проезжающие на машине Мимо фигуры Размером с сову И красный Ты смотри Специально это Какой-то Вырезал Да из картонки Человека Мотылька Красными отражателями Вместо глаз Зачастую неправильно Называют ее Размер Они в прямом смысле В два раза Его завышают И учтите Что это была Не стрессовая ситуация В реальной жизни А просто Эксперимент И если вы думаете Что вы в деталях Что-то запомните В экстремальной ситуации То я бы на вашем месте Не был бы так уверен Это вряд ли То есть может Может какие-то Совсем детальки Какой-то конкретный Может мелочь А так в целом Ваш мозг Над вами часто Угорает Дорисовывает Часто Да всегда То чего не было Или искажает То что было Память Не очень-то надежный источник Что было доказано Уже огромное количество раз Поэтому хочу В очередной раз Что ты ел Пять дней назад Ровно Пять дней назад В пятнадцать Пятнадцать Что ты делал И что ел Напомни что Слова и воспоминания Это не подтверждение Это было Два дня назад Или сколько Подожди Я уже забыл Сколько Дни назад Вот пример Блять Я только сказал И забыл Сколько я тебе сказал Два дня Или пять дней назад Ну ты понял Все Я вам доказал Более чем Подтверждение Слова подтвердил Подтверждение Итак Кто из них Напугалась Вчера ночью Так Но мне Господи Посмотри на этого Грига Жестко выглядит Ну и слушайте Мне кажется Вот кто-то По-моему Вот эта вот дамочка Все-таки справа Что-то красное было То ли платье То ли глаза Не помню Ну Сова точно нет Интересен и тот факт Что в Южной Африке Совы ассоциируются С колдовством Я уверен Что еще и персонажи Наверное Это тоже отсылки К каким-то старым выпускам Но еще раз Мы не все видели Поэтому Не выкупаю Выкупаю Только тот факт Что да Это какие-то отсылки Наверное Но не выкупаю Чем конкретно А в Мексике И Техасе Это внимание Тоже предзнаменование беды У них даже Своя легенда С совой связана Ла Личуза Жесть Вот это выглядит Очень жутенько Посмотри Ну справа Больше смешно Выглядит Из-за таких смешных ручек А слева Прям жутенько Жутенько Сова с лицом женщины Эх Был бы я Гарри Поттером В общем Это уже натягивание Совы на глобус Шарите Не более Понял да Чем интересное совпадение Получается Разоблачено Ну может быть А может быть и нет Или Почти Наследие Не ну если он говорит Что в 22 году Кто-то там изучает Человека материка То Вопрос Было ли что-то В городке Поинт Плэзент Как думаете Нет Детишки могли Все это придумать В конце концов Их никто не проверял На наркотики Или что-то такое Вдруг они Детили внимание Как это часто бывает С героями наших Вполне реально Но если вы хотите Знать мое мнение То я думаю Что Было Но это что-то Должно иметь Обыкновенное Земное Объяснение Да Это скучно И очевидно Но У нас нет доказательств Обратных Одни что-то увидели Другие подхватили Начали видеть тоже Это уже больше напоминает Массовую Истерию У людей Из-за страха И слухов Появляется Коллективная Иллюзия Угрозы Удивительный Феномен На самом деле Прикольная музыка Прикольную музыку Подставил Прямо на фоне А все остальные Слухи вокруг Мотылька Это скорее Побочный эффект Никак не связанный С реальной Жизнью Но Если Это была Сова То это конечно Пи*** Как тупо Вы наверное Хотите знать Чем закончилась История Так и есть А мотыльки То забывали То вспоминали Блин Ну это Ладно Я понимаю Нелог Ладно Чем можно понять Это типа Внеземные цивилизации Космос Как это можно связать Ну человек Мотылек А я с другой стороны Че я спрашиваю Пока брат Человек Снежный человек А ладно Да Окей Человек Мотылек Возможно Как бы Не на первом месте По Своей пи*** Новости Но внезапно В 2002 году Выходит фильм По книге Джона Кила С Ричардым Гиром С Ричардом Гиром Да Смотри Реально Ричард Гир Не какой-то инди дерьмо А голливудский фильм С Ричардом Гиром Подожди Там же по-моему Не было Человека Мотылька Настоящего Или этот был фильм Про Человека Мотылька Настоящего Основанный на реальных событиях И вы наверное Представляете Масштаб Ситуации Но Фурора Не произошло Его просто не оценили А режиссер За него чуть ли не извинялся У нас крутили его по телеку Я помню Блин Я просто Ну По-моему там не было Человека Мотылька Настоящего По-моему там просто Чел Был с бедами с башкой И что-то там связано было Как что-то с машиной Я короче плохо помню сюжет Точнее даже вообще Его не помню Если честно Но я помню Что вроде бы там не было Настоящего Человека Мотылька Там все сводилось К тому что Чувака Ну у Ричарда Гир Типа были беды с башкой Вроде как У персонажа Да возможно было бы точнее сказать Вдохновленные реальными событиями Ну может быть я настолько не помню этот фильм Наверное Видимо Они основаны на реальных событиях В любом случае вы говорите о событиях Которые изначально подвергались сомнению Относительно того Были ли они Кстати приношу извинения сразу Если вдруг я каким-то немножко уставшим В этом выпуске выгляжу Да я по-моему в начале объяснил Да что типа Это действительно так Это действительно так Но не знаю Видев новости Я немножко так Энергию почувствовал Все-таки Все-таки решил что надо посмотреть Наверное захотелось Не мог короче удержаться И решил посмотреть Поэтому если вдруг Немножко выгляжешь таким Немножко помятным И все такое Ну ребята Неделька, пятница И все такое Ты понимаешь Ты все понимаешь Ты меня понимаешь лучше всех Они правдивыми Или нет Ну это так Я уже снял Зато произошло Уже все Обрат не засунешь Кое-что другое Книга была переиздана Ее охотно покупали Основана на реальных событиях Значит надо ехать В город этот Там открывается музей Мотылька Ооо Ему ставят память Ооо Люди в восторге Ну пошло, поехали Появляется фестиваль Моффман Оо На который каждый год Приезжают тысячи А это уже прикольно Тысячи туристов А этот монстр Просто перестал быть Страшилкой Кайф Стал скорее Символом что ли Более того Он по словам горожан Стал еще и спас Сипа легенда Легенда Все понимают что это легенда Но все как бы ловят прикол С этой легендой Это кайф Синим города Ведь он прославился И там появился Какой-никакой Туризм Да что уж говорить Я бы сам с удовольствием Там побывал Ну да По факту да Навсегда осталось В поп-культуре Даже в нашем наборе Карточек ему Нашлось место Рядом с бермудским Треугольником И снежным человеком Да черт возьми Я стою в кроссовках Пума Которые сделали Коллабу с человеком Мотыльком Вы хоть представляете Насколько Шикарно Блин Это шикарно выглядит Слушай Ну да Одна ерунда Выросла в нечто Ну культурную Какой-то Культурный феномен Типа того Повлияли на целую Культуру Паранормального Круто Потрясающе Есть скептики И это отлично Я имею ввиду Что я не буду Никак Они конечно лохи Ебаные Но в целом Хорошо что они есть Во в чем-то убеждать После увиденного В музее Люди должны делать Выводы сами Как вам история В целом Напишите в комментариях Да как и все Такие на самом деле Истории Если честно Основаны на ерунде Но знаешь Не все истории Вырастают В нечто такое прикольное А тут хотя бы Оно выросло в такую прикольную историю Плюс Ну прикольный феномен Скажем так Прикольные явления Плюс вот этот Вот этот момент Где они проводят в городе Еще какие-то Ивенты Скажи так События связанные Вот с этим Со всем И как бы все это Объединяет людей Я уж не знаю Верить там они на самом деле Не верят Но если кто-то Если А я уж думаю Что большинство Если честно Относится к этому Просто к какому-то Типа празднику Я не знаю Ну какому-то такому Да Просто прикольному событию Это кайф Почему нет Лично я ее Действительно полюбил Люди развлекаются Да много обмана Много кринжа Тупости И трагичных Личных историй Зато Какой добрый финал Ну да Согласны? Неплохой Неплохой Нужно придумать Какой-то Милый танец Ооо Это будет Медляк Перед ним Я хочу кое-что сказать Как вы могли заметить Старого доброго Топ секрета На 5 минут Не получилось Ну да И не надо Я наверное даже рад Ведь тут такая история Что мне хотелось Каждую мелочь Рассказать Стать тем Кто в ютубе Раскроет все это По максимуму Вы можете называть меня Душнилой И водолеем Мол это можно Водолеем? Че? Уложить в несколько минут Ха-ха-ха В этом Все Не сразу Дошло Сорян Водолей Я думаю Понятно Не Ну я не знаю Я никогда так не относился Если честно Я видел старые выпуски Я видел новые выпуски Я вижу между ними разницу Огромную У меня нет этого чувства Знаешь Вот этого вот Ни на чем Не основанного Абсолютно чувства ностальгии Где когда Везде раньше были 5-5 5 минут Так раньше было лучше Я вижу что нет На самом деле Раньше Ну типа раньше было по другому Сейчас иначе Сейчас оно намного круче И масштабнее Но ничуть не хуже Скажем так по качеству По информативности Всему И юмору в том числе Кстати говоря Я не знаю Может быть В начале была отсылка на то Что в старых Там было дать про юмор А в этих новых нет Да я вроде такого не заметил Ну может быть там типа Единственное что я заметил В старые могли Типа на 80-70% Знаешь Основанное быть На юмор И на юморе Типа то есть там Просто было Там из-за того что Маленький хронометраж Возможно казалось Что их больше Я не знаю Но по моему В новых выпусках И юмора не меньше И информации не меньше Уж точно А уж подачи Мое пачкение Как говорится Поэтому не знаю Но это такой Тайп на уровне Типа раньше было лучше Раньше трава была Была зеленее Это всегда такое Есть такие всегда люди Находятся Во всем Можно Но Вы даже не представляете Каким счастливым Я становлюсь Когда дописываю Последние строки Сценария И закрываю Последнюю книгу По этой теме Ты говорю Наконец-то Блять А особенно Когда домонтируют Наверное Этот выпуск И что самое интересное Всегда ведь может оказаться Что я Неправ И где-то сейчас В пустом поле Всегда можно где-то Проебаться В каких-то фактах Конечно Странно одетый человек И наблюдает За неизвестным существом Прячущимся От людей В надежде Однажды Предупредить их О надвигающейся Опасности Ага Так и есть Хотелось бы верить Но верится С трудом Спасибо за просмотр Завозите танец Так Ну что там будет Что-то особенное Это что интересно Это что Отсутствие разъёба На сколько он там На 2 минуты Можешь сказать Почти что Да нет Разъеб обеспечен Ты в настоящем Существуешь Точнее существуешь Это было восклицание Я всегда был рядом Я тоже О боже Возьмем его домой Он такой классный Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Танец получился Ну-ка обратно возвращаем Всё Фух Топ секрет Часовой Вот это я понимаю Вот это серьёзный хронометраж Ну как здесь 44 минуты Но в целом У нас с тобой получилось Как обычно Не меньше часа Спасибо ребята Что смотрели Спасибо что составили компанию Естественно Чё тут скажешь Ждём новогодний выпуск В любом случае Да и готовимся К нему вместе с тобой Да и чтобы К следующему разу Свитер И шапка Были на месте Это я типа сам себе Видимо говорю И тебе в том числе Но мы с тобой Постараемся Правильно Правильно Постараемся Чтоб всё это было на месте Ребят Ну такой вот Прекрасный выпуск По моему прям Тема такая необычная Достаточно Вообще неожиданная Абсолютно Но мне понравилось Вот это вот Что это как раз Ностальгия Такой сделано Что это сделано Такой прям знаешь В шуточной Не особо шуточной форме Короче Кайф Кайф Ссылочка на оригинал Естественно внизу Пальчики не забудь проставить Комментарии пиши Чем больше тем лучше Подписывай И организуйте Естественно подписывайтесь Очень приятно Огромное спасибо Это огромная естественно Поддержка этому каналу Телеграм внизу Ссылочка Игрушечный канал Внизу Там мы вместе Прекрасно Время проводим И кайфуем за игрушками Так что если тебе такое интересно Заходи Подписывайся И кайфуй вместе со мной Увидимся с тобой Где-нибудь И когда-нибудь Муа Ба